И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1975 года, воплощенная на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски, голограммы, фантом предстоит перед тобой в первом с данным виде, согласно своему эфирному коду. Тонкая копия выходит из биоробота и становится рядом. И если в биороботе находятся еще какие-нибудь чужеродные голограммы, копии, все чужеродные выходят и становятся рядом с тонкой копией. Один, два, три. У меня есть голограммы, все светится. Так, берем голограмму, защищаемый физический биоробот с защитным потоком из энергии Абсолюта на время работы. Берем голограмму, берем Ольгу в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Ольги поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Здравствуйте. Отлично, отправляю голограмму в клетку-тюрьму. Один, два, три. И мы приветствуем Ольгу. Интересуемся, готова ли Ольга к диагностике, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Сними маски с голограммы. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это не голограмма, это часть тонкой копии, и она как в таком тонком льду, прозрачном. Так, ставим маячок зеленый-красный, если это органическое, зеленый, если неорганическое, красное. Один, два, три. Холодные вибрации идут такие. Получается, лед это неорганическая копия, она теплая внутри, зеленая. Так, от этой голограммы сейчас выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. И я притягиваю ответственного в клетку-тюрьму. Нахожу его по ДНК, выстраиваю канал и притягиваю силами его намерения, где бы он ни находился. Да, будет так. А так есть. Знаешь, нужно ее вернуть. Кого? В сканер. Тонкую копию? Да, из клетки. И вот этот лед только отправить в клетку. Хорошо. И возвращает лед, остается в клетке. Тонкая копия выходит из клетки и возвращается в свои тонкие тела. Один, два, три. Ко всем семи тонким телам приходит. Лед остался в клетке. Она не может. Она как замкнута в лед. Хорошо, Влад. Разбить надо. Подойди, Влад. Разбей лед. Значит, три. Один, два, три. И отправляем этот лед в клетку-тюрьму. Это зеленое тело у нее там закрыто было. Хорошо. Сердце, грудь. Лед ушел в клетку. Он в клетке, да. Она вернулась. Хорошо. И я от этого льда выстраиваю сейчас канал к ответственному. Да, будет так. А так и есть. Ну, у меня здесь рептилоид. Нет, рептилоида выстраивается. Канал к ответственному. Всех, кто понимает. Один, два, три. Да, будет так. Поставь нам еще защиту от него. И устанавливает дополнительную защиту. Возвращает назад. И, Влад, дай ему мощнейший удар на частоте рептилоида. Один, два, три. И подхожу к рептилоиду. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перво в данном виде согласно своему эфирному коду. Это ящер. Отлично. И ящер замер в клетке. Один, два, три. И уменьшая ящера силами его намерения в два раза. Один, два, три. Да, будет так. Он кричать пытается. И от этого ящера выстраиваются каналы к другим ответственным, соединенные с ним. Значит, три, один, два, три. И я притягиваю всех ответственных. В клетке тюрьму становится рядом. И замирают. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Ну, ящер один ответственный. Вот за это. За этот лед. Давай, Ольга, вернемся. Я просканирую. Хорошо, ящер замер в клетке. Не может воздействовать. Улад мгновенно воздействует на него, если ты почувствуешь какое-то воздействие на нас. Мгновенно, без предупреждения. Сразу ударил лазером ему. Не убивая, делая его полностью, чтобы он не мог вообще ничего после этого делать. Но был живым. И я даю команду, значит, три. Скеннер начинает сканировать все семь тонких тел Ольги. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Просканирует. И ответственный по этим каналу силам. Его намерение притягивается в эту клетку и становится ее заложником. Да будет так. Спрут у нее еще. Отлично. Больше никого нет. И тело очень разбалансированное у нее. Я даю команду и, значит, три. Все, что установил спрут сейчас, вся его энергетика, силам его намерения начинает выходить из всех семи тонких тел. Все его подключки, все его присоединяются скоростью, как вертянно, наматывая все нити энергии спрута. Шара останавливается, когда до последнего микрона вся чужеродная энергия спрута выйдет. Один, два, три. Готово. Большой шар. Как голова. Нормально. И спрут получает удар. 50 тысяч герц. Один, два, три. Удар. Открывая портал в галактическое ядро на счет три. Скидываю этот шар в галактическое ядро. Один, два, три. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть. Хорошо. Что там? Спрут, ты знаешь, куда ты зашел? Туда, куда не надо было заходить. Поэтому ты сегодня будешь наказан очень сильно. Фурчита. Еще удар 50 тысяч герц. Это выранил. Так, ты зашел не на ту территорию, спрут. Ты зашел к человеку, который прочитал манифест. Ты игнорировал все его свободы. Ты украл энергии, которую ему дал абсолют. Человек прочитал манифест, где он сказал, что он будет уничтожать любая сущность, которая войдет в мое биополе, будет уничтожена. Но ты в курсе об этом? Он в угол заполз и повернулся. Спрут, если ты сейчас не повернешься, я тебе дам 100 тысяч герц удар. Итак, я жду ответа. Он повернулся, по кругу ползает. Я жду ответа. Почему ты осмелился зайти в тело человека, который объявил в своих свободах? На каком основании ты находишься в этом биополе? После я еще разошел. Подходим к ящеру. Ящер может говорить. Предупреждая сразу, малейшая попытка воздействия, я тебя сжигаю в этой клетке. Считай цифры над головой ящера, Вера. 1, 2, 3. 85. 86 уже не будет. Итак, ящер, я спрашиваю, на каком основании ты вошел в биополе человека и разбалансировал его, воровал его энергии? Экспериментировал. А на каком основании ты вошел сюда экспериментировать? Кто тебе разрешал? Кто тебе давал свое согласие? Никто не давал. То есть ты считаешь, что ты стоишь вне закона и можешь делать все, что хочешь? Пока получает. Понятно. Хорошо, что вы будете сегодня наказывать. И все, что установил ящер на счет 3, начинает силам его намерения безболезненно выходить из тела Ольги, из всех тонких тел, вся его энергетика, которая только осталась в биополе Ольги, начинает выходить до последнего микрона. Все наматывается перед ней в шар. Шар как веретено начинает крутиться до последней нити, до последнего микрона. Вся энергия на частоте ящера, все его подключки выходят. Да будет так. Какие-то черные штуки выходят, как точки. Как долго ящер находился в биополе Ольги? Два с половиной месяца. Надо будет, наверное, рассинхронизировать сейчас. Готово. Я даю команду на реверс энергии. Открывается портал в галактическое ядро. Под этим шаром 1, 2, 3. Производим сброс. Все, что вышло. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Еще где лед, тоже надо сбросить. Под льдом открывается портал в галактическое ядро. И производим сброс этой энергии. 1, 2, 3. Все в галактическое ядро до последнего микрона уносится. На переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И я даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходят к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ольге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Сильваем потоки в 50 раз. Серая идет к спруту, а вот к ящеру идут вот эти точки какие-то черные, квадратики. Так, ящер, а какие ты энергии воровал? Что ты у нее там установил и что ты воровал? Какая твоя цель была? Она ее замораживала, как будто согреться не могла. А чего ты ее замораживал? Что это тебе дает? Зачем? Сперемент. Ну какой эксперимент, какая цель этого эксперимента? Что посмотреть, сможет ли человек не умереть? Разделить тела. Разделить все семь тонких тел ты хотел? Да, и посмотреть, как они могут жить отдельно друг от друга, как долго. То есть ты практически рассчитывал то, что человек мог умереть, да? То есть ты его мог убить? Он бы делал это до определенного момента, пока энергии не спускалось бы до 25%. Что этот эксперимент тебе дал, конкретно? Переделка человека. Для каких целей? С меньшими чакрами. И дальше? Для цели использования. Вот. В своих целях на Земле. Хорошо. Какая цель использования этого изобретения на Земле? Что тебе даст уменьшение чакр? Менее развитого человека, подчиняющегося нам. Менее развитого человека, подчиняющегося вам. Мам, хорошо. Нашей цивилизацией. Ну, я понимаю, это ты летаешь на пирамидах, летательных кораблях? У нас разные. Ну, понятно, разные, да. И много вас на Земле? Под Землей. А, вы под Землей. Ну, я вас и вижу, когда вы летаете. Тарелки ваши вижу. Вижу, кто внутри находится. Вижу с хвостами. Вижу, как вы ходите там. Вижу, как вы летаете, как вы дроны пускаете. Все это вижу. То есть не только под Землей. Но и над Землей. Он не верит. М? Он тебе не верит. Он не верит. Хорошо, Вера. Давай я ему сейчас свою мыслеформу продемонстрирую. Как я вижу его корабли из своего окна. Значит, три появляется экран перед ним. Один, два, три. И я показываю ему, как я могу определять корабли. Причем сквозь стены вижу. Днем и ночью. Теперь веришь? Он говорит, что ты не опасен для нас, потому что тебе никто не поверит. В этом отношении согласен. Да, действительно. Никто не верит. Много таких, как ты, пропали в ваших больницах. Абсолютно верно. Много. Потому что они не знали, что они видят. А я знаю. У меня есть еще оружие. Видишь, у меня на правой руке какое есть оружие. Я на них и могу воздействовать. Даже на вас. Да, да. Но ты понял, что я вижу? Понял. А я еще вижу ваши... Он знает, что вы развиваетесь. Хорошо. А теперь скажи мне, почему я вижу ваши порталы, уходящие на километры вверх. Вот это бы меня интересовало. Почему? Потому что твое видение развивается. Будешь видеть дальше больше. И еще один вопрос у меня. От портала большого, слева и справа, я вижу, как такие столбы стоят. На одинаковом расстоянии. Тоже очень высокие. Это что? Это какая-то сетка? Это какая-то матрица? И что это такое? Я вот это не знаю. У меня пока нет ответа. Не знает ли он? Это не столбы. А что это? Но не на одинаковом расстоянии друг от друга. Но как столбы видны мне? Что это может быть? Рассмотришь со временем. Ладно, хорошо. Так, мы тогда все забрали. Я тогда сейчас подхожу к Ольге. Даю кладу руки на плечи и моей собственной энергии. Сто тысяч герц сжигая все каналы. Значит, три, один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Кто? Открывается внизу портал в галактической дру. И производим сброс всех этих каналов. Все улетает до последнего микрона. Весь мусор чужеродный. Все туда. Закрывай, опечатывай. Расстрелай. Есть. Хорошо. Давай заправим Ольгу энергиями. Сколько ей нужно? Посмотри, пожалуйста. 300. И какая чистота? 28. И на счет 3. В макушку головы Ольге начинает поступать. Все необходимые цвета, все необходимые энергии начинают в нее поступать. 27 ты сказала или 28? Чистота. А я вообще 30 можно. 30. Хорошо. И поднимаем чистоту и вибрации до числа значения 30 герц. Пошел подъем. Так, обращаясь к спруту, спрут, ты понял, что сюда больше заходить опасно для жизни? Да, он понял. Открывается наверху портал на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Она заправилась? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Так, возвращая ящеру его первоначальные размеры. 1, 2, 3. Готово. Делаю запрос в энергоинформационном поле. Ли, прошу выйти на связь. Послушаю тебя. Ли, загляни к нам, пожалуйста. У нас здесь ящер находится. Твои-то, не твои. Я заберу. Хорошо. Мы ждем. Забрали его. Отлично. Все. Она просмотрела на экране, что он сделал. Угу. Сказали, наши клиенты забрали. Отлично. Все. Благодарю. Ли. Всего доброго. Все, Верочка. Давай тогда мы закончили чистку. Ольги. Мы ничего не забыли? Нет. Я вернуть надо. И как у нее энергии? Сгармонизировались сейчас? Сбалансировались? Все. Отлично. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ольги. Систему биороба душа. Заводим. Подключаем ее к каждой клеточке. Каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими Тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь.